Сегодня я хотел бы поговорить о Божьих деяниях, а именно о прощении. Но одно дело — получить прощение, а вот подарить его — это совсем другое дело. Все мы хотим, чтобы Бог простил нас за то, что мы сделали. Но представьте, что я подхожу к вам и говорю, «Мне жаль. Извините меня за то, что я сделал». Многие ли из вас смогут подарить то же прощение, которое принес нам крест? То же прощение, которое я дарю вам? Мне кажется, одной из проблем нашего поколения является то, что мы стали очень эгоистичны. Мы думаем больше о том, что Иисус может сделать для нас, а не о том, чтобы стать Иисусом для кого-то другого. Получить прощение очень просто. Но протянуть кому-то прощение сегодня очень сложно. Будучи протестантами и верующими в то, что Дух Святой придет и наполнит нас, мы должны на своем пути веры не забывать о том, что прощение нужно не только принимать, но и протягивать другим. Давайте скажем «Аминь» на это. Сейчас я хочу процитировать для вас Писания, а именно второе послание Коринфянам. Вы много раз слышали эти строки, но сегодня я прочту их в другом переводе. Вот как это звучит. Итак, посмотрев внутрь, мы увидим, что те, кто, объединившись с Мессией, обрел новое начало. То есть вы становитесь новыми созданиями. Или, как сказано в Библии, новыми творениями. В каноническом переводе сказано «Древнее прошло, теперь все новое». Но этот перевод мне нравится больше. Тут сказано, что мы обретаем новое начало и создаемся заново. Только послушайте, прежняя жизнь кончена, новая жизнь распускается. То есть она начинается. Давайте прочитаем дальше. Только посмотрите, все это идет от Бога, который установил отношения между собой и нами. И обратите внимание на эти слова. А затем установил наши отношения друг с другом. Он сказал «Я установил отношения между вами и собой». А теперь вы должны сделать то же самое на земле. Вы должны установить отношения друг с другом. Рядом с вами могут сидеть ваш брат, ваш друг, ваш кузен, ваша мать, ваш отец, ваш начальник. Поэтому повернитесь к вашему соседу и скажите «Да будет так». Давайте еще раз. «Да будет так». Может, кто-то отвернулся от вас или сделал вам что-то плохое, но вы просто повернитесь к нему и скажите «Да будет так». Возможно, вы не можете примириться с этим, но вспомните о крови Иисуса Христа. Его кровь простирается не только к вам, но и к тем, кто сделал вам что-то плохое. Это истина. «Да будет так». Скажите это еще раз «Да будет так». А дальше в Библии сказано «Бог примирил с собой мир благодаря Мессии и подарил миру новое начало, предложив нам свое прощение. Он дал его нам без всяких условий». Итак, что Бог предложил нам? А дальше? Предложив что? Чего? Имеются ли тут в виду ваши личные грехи? Иначе говоря, это касается и вас. Мы должны стремиться к нашему отцу. Он протянул нам прощение. Если кто-то сделает вам что-то плохое, сможете ли вы протянуть ему такое же прощение? Подумайте об этом. Решите это для себя. Заставьте свой мозг работать. Пусть ваши извилины начнут двигаться. У вас все получится. Но вот что сказано в Библии. В Библии сказано, что, зная планы дьявола, мы не попадем в его ловушку. А еще в Библии сказано, что Бог всегда предусматривает выход из ловушки нашего врага, и что нас никогда не подвергнут такому искушению, с которым мы не справимся. То есть тут сказано, что человека не могут подвергнуть такому искушению, от которого ему не уйти. И вот первая важная мысль на сегодня. Нас никогда не могут ранить так сильно, что мы не сможем этого простить. Никто не сможет вас так сильно ранить, что вы не сможете этого простить. Вы скажете, но пастор, вы не представляете, как поступил со мной мой дядя, когда я был маленьким. Бог это простит. Вы не знаете, что мой брат сказал мне в молодости. Бог это простит. Отец не уделял мне времени. Бог это простит. Моя мать говорила, что я ничего не добьюсь в жизни. Бог это простит. Мой муж был очень жесток со мной. Бог простит и это. Я хочу задать вам один вопрос. Раз вы живете в Божьем свете, вы знаете, что Бог может простить даже то, что приносит вам боль. Не означает ли это, что и мы можем это простить? Если мы подобны нашему Отцу, если мы как Авва, если это истина, то не может быть никакой боли, которую мы не можем простить. Я знаю, что вам больно. Я чувствую это. Вы скажете мне, пастор, вы просто не понимаете. Да, я этого не понимаю, но я знаю, кому мы служим. А еще я знаю, какая сила заключена в прощении, которое мы обретаем. Но мы должны не только получать прощение, но и дарить его. Одной из величайших ловушек нашего врага является не прощение, а вызванное каким-то оскорблением. Поэтому вы создаете вокруг себя защиту от оскорблений. Послушайте меня. Когда вас оскорбляют, вы словно выстраиваете вокруг себя забор. А те, кто выстроил вокруг себя забор, больше не имеют здоровых отношений. Это влияет на ваши отношения. Это значит, что ваши семейные отношения сходят на нет. Ваши братские отношения сходят на нет. Ваши отношения с начальником и окружающими тоже страдают. Потому что когда вас оскорбляют, вы создаете вокруг себя защиту. Выстраиваете некий забор. Это влияет на ваши отношения. И сегодня я постараюсь вам помочь. Вот еще одна важная мысль. Если вы живете такой жизнью, однажды это может привести вас к непрощению, которое в свою очередь поставит вас на путь ожесточения. Это не значит, что обижаться вообще нельзя. Но если ваша обида будет очень сильной, это не приведет вас ни к чему хорошему. Мелвин, ты принес с собой бутылку доктора Пеппера. К сожалению, мы не можем показать эту этикетку по телевизору, иначе это будет продукт-плейсмент. Итак, у него есть доктор Пеппер. Мелвин даст мне сейчас бутылочку доктора Пеппера. Допустим, я скажу ему «Мелвин, держи свой доктор Пеппер» и кину ему бутылку, и при этом бутылка попадет в него. Упаси Боже, конечно, Мелвин все-таки ее должен поймать. Так вот, если бы эта бутылка ударила Мелвина, у него был бы выбор. Держи. У меня все получилось. Он мог либо надуться из-за того, что в него кинули бутылкой, либо забыть об этом. Как нам узнать, что наш враг в нас что-то бросает? Все зависит от того, в кого он это бросает. «Ах, мой друг, сделал мне больно». Вы зациклились на этой обиде или забыли о ней? Я люблю рыбачить в пруду у своего дома, но у меня там живет всего одна рыба. Разве можно каждый раз ловить одну и ту же рыбу? Я молюсь об этой рыбе, но я ловлю ее. Каждый раз, когда я ловлю ее, я с ней фотографируюсь, но затем отпускаю ее назад в пруд. Я не оставляю ее у себя. Каждый раз, когда вы готовы обидеться, вспомните о том, что было, когда вы оскорбляли других. Просто отпустите свою обиду. Но это истина. Вы не должны зацикливаться на своей обиде. Вот что еще я вам скажу. Непрощение — это очень нездорово и разрушительно. Спасибо, что поддерживаете меня. Аминь. У меня здесь много фанатов. Для тела, для духа и души это нездорово. От себя я хотел бы добавить, что это вредит и вашей социальной жизни. Это очень нездоровое поведение. Оно негативно влияет на наши отношения с Богом и другими людьми. Одним из моих любимых спикеров и теологов является доктор Кэролайн Лифф, которая также является известным во всем мире нейрохирургом. А еще она нейробиолог. Она знает все о мозге. Как-то она сказала вот что. От 75 до 95% болезней, что мучают нас сегодня, идут напрямую от наших мыслей. А непрощение и чувство обиды являются ядовитыми мыслями. Итак, 90% болезней, что мучают нас сегодня, идут напрямую от наших мыслей. Она посвятила этому целую книгу, которая, как сейчас говорят, просто вынесла мне мозг. Когда у вас появляются ядовитые мысли, у вас в мозгу возникают токсины, и их становится все больше, потому что каждая мысль растет в вашем мозгу подобно растению. У вас там растут и полезные, и вредные растения. И каждую ночь вот почему нужно хорошо спать. Так вот, каждую ночь ваше тело уничтожает вредные растения, растущие внутри вас. Кэролин Лив подчеркивает, что перед сном очень важно молиться. Наше поколение совсем не заботится об этом, потому что мы очень заняты. Мы постоянно заняты. Но я помню, как мои мама и папа, это пастор Джон и пастор Кэти, они сейчас здесь, я их очень люблю, так вот они заставляли нас молиться каждый вечер. Мы вставали на колени перед кроватями, складывали руки для молитвы и начинали, «Отче наш, сущий небесарь, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе». Мы молились каждый вечер, мы говорили, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Мы говорили это каждый вечер. Я хочу вам сказать, когда вы это делаете, то вы создаете у себя здоровое пространство для мыслей. Это разрушает ядовитые мысли внутри вас, а также любой зародыш горечи. «Все, что кто-то вам сделал, все оскорбления у вас забирает нечто здоровое». И вот вы просыпаетесь утром свежими. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему, когда вы читаете Библию или молитесь перед сном, на следующее утро вы просыпаетесь и уже не хотите задушить того, кто сделал вам что-то нехорошее. Это происходит благодаря Слову Божьему. Вы живете по нему и больше не можете испытывать злость по отношению к другим. Раньше я злился, а теперь нет. Прошу меня извинить, я очень эмоционален, когда я говорю о таких вещах. Я хотел бы его побить, но вот потом я увидел Господа, и все прошло. Во-вторых, вот что я хочу вам сказать. «Прощение» означает «начать все с чистого листа». «Извинить» — «аннулировать долг», а «непрощение» означает «высечь на камне нечто ложное». «Искать оправдание» и «требовать заплатить за что-то». «Но надо же, почему же мы просим Бога аннулировать наши долги?» «Когда-то давно». «Мой отец сказал мне одну очень важную вещь». Он сказал, «Никогда не нужно одалживать что-то кому-то и ожидать, что вам это вернут». Если вы помогаете людям, будут ли они помогать вам? Если вы размышляете так, то вы задали себе неправильную установку. Давайте лучше обратимся к Писанию, а именно к Евангелию от Матфея. Я же проповедую Библию. Поэтому давайте прочтем, что написал Матфей. Итак, это Евангелие от Матфея. Сказано тогда, Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до седмиж до семидесяти раз». А это 490 раз. Если мы будем прощать столько раз за сутки, мы будем прощать каждые три минуты. Каждые три минуты. Это много. Скажите мне честно, а кто из вас так много прощает? Нет, никто из нас этого не делает. Мы говорим. Но они так нехорошо обошлись со мной в последний раз. Мы же так говорим. Ведь так? Кто из вас так говорил когда-нибудь? Мы говорим, мы не будем их прощать. Вот как мы поступаем вместо того, чтобы нести истинное прощение. Вечное прощение. Прощение вечно. Мы прощаем не на один раз. Прощение касается не одного раза. Оно означает покорность на всю жизнь. Прощение — это не эмоция. Это покорность. Иначе говоря, оно может мне не нравиться, но я должен это сделать. Давайте скажем на это аминь. Спасибо, Джон. Мне это нужно. В своей жизни я должен быть покорным. Это и есть покорность. Все очень просто. Разве не это принес нам крест? Это была покорность. Ведь Христос шел тем путем, каким направил его отец. Он сказал, я должен покориться ему. Я должен положить свою жизнь, потому что мне сказали так сделать. Он покорился. Он сказал, я люблю вас. Я пришел сюда, чтобы спасти вас, поэтому мне придется покориться даже смерти. Это и есть прощение. Если люди подумают, что я спятил, ведь я простил тех, кто сделал мне больно, то мне плевать, что они подумают. А если я начну угождать людям, я перестану служить Богу. Да, они подумают, что вы спятили, потому что они не понимают. Почему вы простили этих людей? Они не знают, что такое благодать, о которой мы поем. Однажды мне была дарована эта благодать, и теперь она навсегда со мною. Я хочу задать вам один вопрос. Кто из вас знает, что должен был уже умереть? Вы спросите, я спятил? Я отвечу, да, так и есть. Вы же знаете, что вы уже должны были умереть. Вы должны уже быть мертвыми. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему вы все еще здесь? Может, вам было бы лучше, если бы вы умерли? Вы скажете сейчас, пастор, вы спятили? Да, я всегда был таким. Но истина заключается в том, что ту благодать, которая приходит к нам, мы должны передавать другим. Как сказано посему, царство Божие, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Иисус часто не говорит нам все открыто. Он говорит притчами. Объясняет нам, что такое прощение, так, чтобы мы лучше это поняли. Он говорит, что как-то к царю привели человека, который должен был ему 10 тысяч талантов. Талант был равен заработку рабочего более чем за 15 лет. То есть 10 тысяч талантов это заработок за 150 тысяч лет. Вот что это такое. Вы когда-нибудь слышали о таком большом долге? Честно сказать, я о таком тоже никогда не слышал ранее. Это очень много денег. Что бы вы там ни думали, это очень много денег. Это истина. Такой большой долг был у этого человека. Но это еще не вся история. А вот что далее говорит Иисус. Иисус, а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Это был его заработок за 150 тысяч лет. Но тот государь простил его. Вы знали, что когда вы у алтаря, возносите руки вверх, и вместе со всем приходом говорите, «Иисус, стань моим Господом и Спасителем», то с вами именно это и происходит. Бог сказал, «Вы должны мне свои жизни, но я заберу жизнь у Иисуса и оставлю вам ваши жизни, и вы будете жить в изобилии». А вот что он сделал. Чуть ранее мы говорили о господине, который простил своего раба, но это еще не конец этой истории. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Один динарий равнялся заработку за один день, то есть 100 динариев равнялись заработку за 100 дней. Вот сколько денег ему были должны. Сопоставьте заработок за 150 тысяч лет и заработок за 100 дней. Выйдя от своего господина, он встретил другого раба, который был должен ему денег, и послушайте, что он сказал. «Схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Давайте вспомним, что мы говорили о кресте. Запомните, гораздо проще обрести, что такое крест. Очень просто говорить, «Господи, спасибо тебе за крест. Спасибо тебе». Это так замечательно, и это очень просто. Вспоминайте, «Ваш господин простил вас, и вот вы, спасибо, Бог, свободен я, ты Бог мой, ты спас меня, ты спас меня, свободен я, но вот вы выходите из церкви, встречаете кого-то, кто сказал что-то плохое о вас, или когда-то вам соврал, или когда-то сделал вам больно, и хотите взять свои слова обратно. Это мой Бог, мой спаситель, больше меня ничто не сковывает. Но вы снимаете свои оков и надеваете их на кого-то другого. Так поступают те, кто идет по пути непрощения. А наша история еще не закончена. Далее в Библии сказано так. Тогда товарищ его пал к ногам. Его умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Ничего вам не напоминает? Его знакомый сказал те же самые слова, которые только что сказал он. И вот что сказано дальше. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Но слушайте дальше. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Этими словами Бог обращается к нам». Понимаете? Давайте об этом подумаем. Просто подумаем об этом. Проснулись ли вы сегодня утром с непрощением в сердце по отношению к кому-то? Послушайте, я сам не всегда соответствую тому, о чем я говорю на своих проповедях, но я говорю об этом с другими пастырами. Я говорю им в своих проповедях, я говорю одно, но когда что-то подобное происходит со мной, я порой срываюсь. Я думаю, что живу по Библии, но стоит чему-то такому произойти, и вот я срываюсь. Например, я думал, что простил одного человека, но вот я столкнулся с ним в супермаркете. Развернул свою тележку и даже купил спагетти, которые мне были не нужны. Можем ли мы быть честными? Можем ли мы ничего не скрывать друг от друга? Нужно просто простить другого человека? Вот и все. Но мы начинаем. Я удалю его из телефонной книжки. Я удалю его из друзей. В Библии сказано, «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Это единственная из притчей, рассказанных Иисусом, где он сам в конце поясняет, в чем заключается ее смысл. Обычно он этого не делал. Обычно он просто говорил, «У меня нет времени объяснять, но вот что произойдет, если вы не будете поступать так, как я вам только что сказал». Но мужья продолжают испытывать непрощение по отношению к своим женам, а жены к мужьям. Если вы об этом не говорите, это не означает, что между вами этого нет. Дети испытывают непрощение по отношению к своим родителям, а родители по отношению к детям, если вы об этом не говорите. Это не означает, что вы простили друг друга. Давайте все вместе скажем с вами слово «прощение». Давайте еще раз «прощение». Еще раз «прощение». Это покорность, а не эмоции. Послушайте меня, нас призывают прощать сердцем. Человек, который не может простить, позабыл, что и сам был прощен. Мы забываем, что и сами мы были когда-то прощены. Я благодарен Богу за то, что Он простил меня. В Евангелии от Марка сказано, «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого-нибудь, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Вы можете молиться о чем угодно. Просто поверьте. Но если что-то вам мешает, разберитесь с этим. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова